приветствую вас уважаемые зрители моего канала 5 выпуск по проекту vd-125 в предыдущем мы собрали стапель закрепили сюда основные элементы рулевую колонку и маятник сегодня приступаем к постройке рамы делать грамму мы будем из профиля вот он кстати есть 50 на 25 с толщиной стенки 2 миллиметра я думаю я думаю данного профиля и дима тоже так думаю должно хватить по жесткости по прочности сейчас нам нужно прикинуть эскиз основной части рамы она пойдет вот так вот прикинем это все дело на картоне и будем потом начинать варить и по ходу дела все добавлять вот эти вот трубки остались на рулевой колонке потому что мы хотим замкнуть раму вокруг двигателя то есть она получится дуплексная рама поэтому пока это все оставлено будем посмотреть как это все увязать поехали вот у нас что получилось из профиля за конструкция вариваться она будет приблизительно вот так вот эта часть у нас становится вот так эта часть здесь часть профиля отрежется и под углом пойдут сюда на втулочки профиль эти втулки специально протачивались под 14 ось для крепления маятника будет коронкой высверливаться отверстия ну весь процесс вы конечно увидите дальше в дальнейшем и будет вариваться сюда профиль когда это мы все увяжем уже будет намного проще что-либо делать маятник 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Варили мы вот эти вот стаканы, но мы не стали делать в целом профиле отверстия коронкой. А делали полукруги, вырезали. Поэтому здесь из двух сегментов обварено вокруг стаканов. Прикинули, как должен быть двигатель. Ну вот, приблизительно так. Сейчас будем, наверное, думать. Будем укреплять рулевую колонку. Подумаем насчёт крепления двигателя. Как его крепить. А ещё нужно будет заморочиться с моноамортизатором. Здесь будет перекладина, в которой он будет крепиться. И, пожалуй, будет крепиться вот здесь. ПОДПИШИСЬ! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас мы усилим крепление двигателя, чтобы убрать подставку из-под него И тогда уже можем варить дуплекс на раму Для этих целей была взята труба полдюймовая стальная ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Подрамник решено было подгонять под габариты хвостового пластика от моей Ямаха XT660 Поскольку Дима может изготовить его копию Тем более матрица уже имеется Это, кстати, основное направление деятельности мастерской DIMMOTO CUSTOM Ссылка будет в описании Так что кому необходимо обновить пластик перед предстоящим сезоном Заходите, не пожалеете ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ехай! Итогом полноценной четырехдневной работы Стала полностью собранная рама Ну как полностью собранная? Есть еще несколько участков, ряд участков, которые следует обварить Понятное дело, все эти участки нужно будет зачухать наждачкой, зашлифовать И только тогда рама примет уже окончательное очертание Но на данный момент конструкция полностью собрана Единственное, когда мы сняли его со стапеля Мы выяснили один неприятный момент Уж больно проседает амортизатор под весом только моим А если учесть вес пассажира А пассажир здесь, когда-никогда, но проедет На этом мотоцикле Сильно большой ход Амортизатора Сильно мягкая подвеска И что-то с этим нам придется думать и делать Возможно менять угол амортизатора Возможно даже строить прогрессию На стапеле мотоцикл казался Несколько выше, чем сейчас на земле Но с учетом используемого движка 125 кубов И даже того, который мы в принципе Возможно поставим сюда Это дайтона 190 кубиков Точно такой же компоновок и двигатель Только больше голова и цилиндр Для таких параметров Просто прекрасное соотношение И по высоте Ну, понятное дело Здесь добавятся еще и баки, сидушка Он станет немножко выше Что еще я хотел сказать А, насчет веса Я точно не помню По-моему, вот этот вот движок 125 кубиков Он весит 22 или 23 килограмма Рама по ощущениям Я ее вот только что поднимал Получилось 35, максимум 40 килограмм Она не весит как мешок цемент Она просто громоздкой давит Ребрами в руки А так она не весит столько В итоге мы получаем Ну, пускай 60 килограмм И по нашим с Дмитрием оценкам Сюда добавится еще килограмм 15 Это пластик, это аккумулятор Это вся электропроводка, реле Фара, зеркала и тому подобное Поэтому выходит у нас довольно легкий мотоцикл 75-80 килограмм В сухом состоянии Ну и плюс бензобак Я думаю, мы сюда втулим бензобак Литров на 6, на 7 Я так предполагаю Это будет, конечно, отдельная история В следующем выпуске Ну, не прям в следующем А в следующих выпусках Не получится мне его Ну да Сколько? Ну, оно же неудобно Сложно судить Килограмм 55 Ну, 60-70 тяжело оторвать от земли Было бы Вот, наглядный показатель Что мотоциклы легкие Несмотря на то, что рама стальная Был бы у нас неограниченный доступ к алюминию Было бы еще легче На этом пятый выпуск подходит к концу Раму мы построили Понятное дело По ней еще осталось Очень много чего дорабатывать Много проваривать И много зачищать Это затянется, возможно, на день Возможно, даже на дольше Особо вникать в этот процесс Я думаю, не стоит Потому что ничего интересного И тем более познавательного В этом процессе нет В дальнейшем В следующих выпусках Приступим К Созданию бака Ну и потихоньку, наверное, будем Электрику тянуть На мотоцикле А на этом все До новых встреч Сука, мыщи бегают Может им туда таблеточку какую-то положить Там стоит там мыска То не мыши То горобцы Мыши внизу Горобцы вверху Нам уже и мыши У меня по потолку мыши в мастерской шарятся Нет, тут точно горобцы Понятно Они там иногда еще грызутся Что-то там черенька Квартиры делят Коммуналка там у них Про проводку расскажи Дальше там Готовить места поделять Про проводку? Ни слова Под электронику Ах да, мы же подножку не сделали А давай сделаем из арматуры Как на вотой картинке В желтой покраске Куриную лапу Правда она на песку будет проваливаться Это можно сделать, чтобы не проваливалась Удиную лапку Ну, вот тебе Будешь сам вырезать Горить, шлифовать Пухти Куриную лапу